Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым языком об уходе за садом и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу о натуральном удобрении, которое улучшает структуру и плодородие почвы и помогает растениям полноценно развиваться. А речь пойдет о навозе. Издревле крестьяне удобряли свои огороды и поля навозом, потому что это самое доступное и ценное органическое удобрение. Традиционно использовали коровий, конский, овечий, свиной либо птичий навоз для удобрения полей. Нужно отметить, что все эти виды навоза содержат как основные элементы питания, азот, фосфор и калий, так и различные микроэлементы. В зависимости от навоза их содержание разнится. Но если вносить любой навоз в почву, соблюдать нормы и правила внесения навоза, то для почвы это пойдет только лишь на пользу. Во-первых, навоз улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, легкой, влагой и воздухоемкой. Во-вторых, навоз служит как удобрение, значит он питает растения. И самое главное, что навоз крайне полезен для почвенной микрофлоры. Если мы вносим навоз в почву, то активизируем всю полезную микрофлору. В земле начинают работать полезные бактерии, различные грибы, различные микроорганизмы и организмы, например, те же дождевые черви. И все это в совокупности улучшает плодородие почвы. Но чтобы достигнуть положительного эффекта на огороде и на нашем поле, навоз нужно правильно применять. Для большинства овощных культур навоз следует использовать только лишь в перепревшем виде. По консистенции он будет напоминать перепревший торф. Такой навоз можно вносить как осенью, так и весной под перекопку. Почему нужно обязательно перекапывать? Потому что если мы внесем перепревший навоз поверхностно, без перекопки, то практически весь азот из него улетучится, а фосфор и калий смоются дождями или баталами водами. И, конечно же, большого положительного эффекта при внесении навоза мы не достигнем. Чтобы получить перепревший навоз, его нужно предварительно подготовить. Если, например, к вам на участок заехала машина, либо трактор и привезли навоз, то вначале его нужно укрыть черным материалом, например, пленкой. Если же пленки нет, то можно использовать, например, толстый слой соломы, чтобы азот все-таки в меньшей степени улетучивался. И со временем, примерно через полгода, иногда это год, если, конечно, мы не будем навоз перемешивать, открывать, навоз перепреет и будет пригоден для внесения практически под все овощные, плодовые культуры, а также под цветы. Но если же вам привезли на участок свежий навоз, то, конечно, не торопитесь его использовать везде. Для многих овощных культур внесение свежего навоза просто неприемлемо. Свежий навоз можно вносить лишь под крестоцветные культуры, например, под капусту, под редьку можно вносить, а также под различные бахчевые культуры. Например, те же огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы. В принципе, свежий навоз можно вносить. Также навоз свежий содержит много азота, а значит, если переборщить вот с такой подкормкой, то различные растения, например, те же томаты, могут пойти в жирование, будет идти активный рост зеленой массы, в ущерб цветению и плодоношению. Также внесение свежего навоза зависит от различных типов почв. Например, на песчаных почвах свежий навоз нужно вносить только в весенний период. Почему так? Потому что если мы внесем свежий навоз под перекопку осенью, то все вещества из этого навоза проникнут глубоко в почву, попадут в грунтовые воды и загрязнят ее. Поэтому на песчаных лучше вносить весной. Если у вас почвы достаточно тяжелые, глинистые, то навоз можно применять как весной, так и осенью. Такие тяжелые почвы глинистые попросту не дадут проникать веществам из навоза глубоко в глубокие слоя почвы и не загрязнят грунтовые воды. Если перепревший навоз мы вносим обязательно под перекопку, то свежий навоз можно не перекапывать, не закапывать в почву. Например, можно им застелить грядку под посадки какой-либо культуры, например, той же капусты, либо замульчировать посадки малины. В этом случае его заделывать не надо. С дождями все питательные вещества из свежий навоза проникнут глубоко в почву, к корням и растения будут потреблять все необходимое питание. Приготовить бродиловку из навоза очень просто. Нужно заполнить 10-литровое ведро на 1 треть навозом и залить водой, дать настояться примерно 5-7 дней, а затем для полива, для подкормки растений разбавлять в соотношении 1 литр настоя навоза на 10 литров воды. Но это не относится к птичьему помету, он более концентрированный. Поэтому если мы настаиваем птичий помет, то разводим его 1 к 20, то есть 1 литр настоя птичьего помета на 20 литров воды. Особенно полезна такая подкормка будет для растений в конце весны и в первой половине лета, когда растения нуждаются в азоте, необходимом для активного роста вегетативной массы. И в этом случае, конечно же, поможет вот такая вот бродиловка из навоза. Рассказывая о всех достоинствах навоза, все-таки следует отметить и его недостатки. Во-первых, свежий навоз может содержать большое количество семян сорных трав, которые при попадании в почву в ваш огород непременно прорастут и засорят все ваши грядки. Придется регулярно делать прополки. Во-вторых, не каждый навоз безопасен. Вот вспомните, чем раньше кормили скотину в деревне? Тех же коров, либо лошадь кормили сеном, который заготавливали на природных лугах, которые не обрабатывались никакими химикатами и удобрениями. Заготавливали для подсела солому, которая не обрабатывалась никакими пестицидами от болезней и от вредителей. Все корма были натуральными, поэтому и качество навоза было на высочайшем уровне. Если же взять навоз с промышленных предприятий, крупных аграрных холдингов, то, конечно же, такой навоз не всегда соответствует этим требованиям. Зачастую для кормов используется, да в большинстве случаев используется растение, которое обрабатывались щедро пестицидами, обрабатывались различными химикатами. Например, те же корма, тот же силос, обрабатываются регулярно для хранения различными консервантами, а затем скармливаются скоту. И сам уход за теми же коровами, либо лошадьми. Ведь сейчас, чтобы скотина не болела, регулярно делают различные прививки, без конца колют антибиотики и используют гормоны роста. А ведь антибиотики могут десятилетиями сохраняться в почве, загрязнять грунтовые воды и загрязнять урожай. И все химикаты из соломы, из кормов, естественно, попадают в продукты жизнедеятельности, животных в навоз, и все это мы вносим в почву. И, конечно же, такой навоз я бы не советовал использовать на своих участках. Если у вас нет возможности приобрести качественный навоз из экологичных хозяйств, которые занимаются традиционным земледелием и выращивают скот без применения различной химии, гормонов и так далее, и так далее, то лучше готовьте самостоятельно компост. По крайней мере, вы будете знать, что туда бросаете, какие вещества, какую траву, какие листья и так далее. И этот компост будет гораздо безопасней, чем вот такой вот навоз с применением различных химических веществ. Безусловно, внесение навоза в почву благотворно влияет на почвенную микрофлору и на плодородие почвы. Главное соблюдать сроки внесения, нормы внесения и вносить правильный экологически чистый навоз. В этом случае урожай у вас будет отличным. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok